Всем большущий привет! С вами я, Полина. Добро пожаловать в прочитанное за октябрь месяц. Очень жуткий получился у нас месяц. Реально жуткий. Здесь из всех книг только одна более-менее вообще без жути. Почему более-менее? Вообще без жути. Абсолютно. Такая больше жизненная одна история. Все остальные книги под либо жуткий книжный марафон, либо просто какие-то, ну, скажем так, не сильно-то позитивные книги. Давайте-ка, пожалуй, я начну с той самой стопочки прочитанных жутких книг, которые я читала в жутком книжном марафоне, в моих мрачных чтениях. Если что, переходите, смотрите. Целый плейлист создала. Там есть и прошлогодние, получается, три видео. И вот в 2024 году все семь видео. Буду по порядку говорить, что читала, что кого, как вообще прошел марафон. Такие некие итоги подведу. Жуткий книжный марафон у меня это мрачные чтения. Любая мрачная история у меня под Хэллоуин. Всегда. Мне не важно, есть ли там атмосфера Хэллоуина, не Хэллоуина, не важно. Мне главное, чтобы они были просто мрачные, чтобы я вот это вот все... Вот в этом вот во всем варилась. И начала я эту неделю чтения с прекрасного автора Мэри Шелли, Франкенштейн или современный Прометель. У нас здесь рассказывается про, скажем так, гения доктора Франкенштейна, Виктора Франкенштейна, который так смотрел на мир не так, как все, и создал некое существо, которое в дальнейшем... В дальнейшем вы узнаете, что там с ним произошло, что произошло со всеми, кто его окружал, и что, какая мораль в этой истории, что да как. В общем, у меня здесь стикеров куча-туча. Я прочитала реально на одном дыхании. Я вообще не подозревала, что это будет настолько классное и активное чтение. Мне вообще ни разу не было скучно. Я такое еще морально-эстетическое удовольствие получала. То есть текст так интересно написан, так утонченно круто, и на минуточку это автор написал как бы в 19 лет. Обалдеть! Я все еще в шоке с этой информацией, не могу никак прийти в себя после этого. И книга отправляется в топ-года, потому что это прям было настолько классно и хорошо. Книга до сих пор не уходит мне из головы. Я, в принципе, люблю сюжеты, связанные с Франкенштейном, и игры, и летсплеи, в том числе, какие-то фильмы. И всю вот эту вот штуку я люблю. Мрачную хтонь обожаю. А здесь еще и классическое произведение. И еще у Мэри Шелли родители тоже были, получается, писателями. По-моему, мама у нее поэтесса. Я не уверена, я забыла уже эту информацию. Я читала в момент, когда как раз таки читала эту книгу. И у меня все в стикерах. Вот у меня прям все в стикерах. Мне очень нравится. Здесь реально можно каждую просто страницу цитировать и наслаждаться просто, даже если не сюжетом, то тем, как книга написана, это вообще просто реально отдельное какое-то удовольствие. Короче, тут я реально ничего не могу такого прям сверх сказать. Просто имейте в виду. Книга мне очень понравилась. Я прям ее в топ-коды отношу. И 100% буду еще не раз перечитывать. Далее у меня было продолжение знакомства с Ре Брэдбери. Я не смогла читать его «Виной за дуванчиков». Ну, просто вот не пошло. Но при этом у меня в лучших книгах жизни его история «451 градус по Фаренгейту. Антиутопия». Я обожаю эту книгу. И вам спойлер к покупкам. Я даже перекупила в красивучем издании. Тоже под серию Брэдбери. Но не в магистрали. Короче, это прям какой-то снос башки. Случился канун. Канун Дня Всех Святых. И здесь у нас такая, казалось бы, такая детсковатая немножко история. Рассказывается про друзей, которые празднуют Хэллоуин. Но что-то идёт не так. А там, в принципе, всё идёт не так. Потому что это канун Дня Всех Святых. И всякая кто-не всякая нечисть начинает как-то в этом мире показываться, скажем так. И что у нас здесь да как. Если вам интересно более подробно, я не буду повторяться. Просто посмотрите в моё видео по мрачным чтениям. И эту книгу я тоже буду 100% перечитывать. Я рассчиталась. Мне понравилось. Я за один вечер книжку прочитала. Там, в целом, знаете, читается больше, наверное, как такая мрачная сказка. Но что-то такое есть, конечно, в этой книге. И так как здесь главные герои – это дети, читается вдвойне приятнее. Не знаю почему. То есть вроде как, да, здесь происходят не самые приятные и жуткие вещи. Но как-то вот наличие детей здесь делает эту книгу ещё приятнее. Не знаю почему. И какой-то это ещё заигранной такой форме всё подаётся, что очень тяжело оторваться. Как-то так тоже. Далее у меня случилось очень странное чтение. Анна Джейн. Её я это буду называть «Дарк роман», потому что другого у меня не вяжется вообще. «Дарк роман» реально. «Кошмарных снов любимая» от Анны Джейн. Стикеры. Обязательно показываю вам наличие стикеров. Ну как мне было больно вообще. Я до последнего надеялась, что мне эта книга понравится. Но по итогу, после прочтения, я её закрыла. И ещё два дня пыталась прийти в себя после прочитания. Я ничего не могла брать в руки, никакие книги, потому что мне просто было морально плохо. И как, спросите вы, вообще, это Анна Джейн, это потрясающий автор, который мне безумно нравится. Я люблю её книги. Но здесь просто какая-то жесть. О чём у нас здесь история? Здесь у нас история, а тут очень сложно сказать вообще, о чём история у нас. Есть маньяк, который очень странно убивает своих жертв. Его зовут зловещим холодом. И при этом у нас есть главная героиня, которая, скорее всего, как-то знает этого зловещего холода. И у нас ещё и сверху кто-то за ней следит. Это я так свою аннотацию скажу, чем буду читать, потому что это вот прям... Это вообще не то, что я ожидала. Во-первых, главная героиня здесь, это какая-то жесть. Это просто какая-то тряпичная кукла, которую просто мутузит на протяжении всей книги. Причём в моральном смысле слова. Мутузит её, а плохо мне. Я не понимаю, как это можно вообще читать, потому что здесь и настоящее. И потом мы в кошмарах... Господи, как тебя зовут? Джесс. Потом мы там что-то в прошлом копаемся. Потом опять в воспоминаниях. Потом там, потом сям. И это 18 плюс на секундочку. Здесь такая эхтонина происходит абсолютно. И только к концу книги вы примерно понимаете, что это всё как такая головоломка, загадка. Вы пытаетесь разобраться в этом во всём. Особенно если вы поклонник Анны Джейна. Вы пытаетесь... Ну нет, ну это хороший, классный роман. Ну давайте, дотяните. И по итогу всё через одно место происходит. Мне просто... Вот я искренне боюсь и переживаю из-за того факта, что если кто-то захотел познакомиться с Анной Джейн, и он любитель дарк-романов или каких-то вот таких вот мрачных 18 плюс романов, взяли эту книгу и такие... Нет, спасибо. Ну то есть, правда. По итогу это оказалось что-то настолько недоработанно, настолько сыро и настолько не... Я сейчас опять повторяться буду, да? Не проработанно абсолютно, потому что очень много сюжетных дыр, от которых просто мозг кипит. Он сам додумывает, пытается понять, что там, кого там, да как. Потом автор несколько раз вот так вот бьёт читателя по лицу. Это невозможно считать. Реально, это очень странное чтение. Я знаете, какое даже слово вспомнила в ассоциации с этой книгой? Психоделика. Вот эта книга, это прям психоделика. Вот просто куча-куча-туча картинок у вас меняется. Вот одно действие, другое происходит. Какая-то жесть. Кого-то режут, кого-то бьют, кто-то умирает, кого-то насилуют. Ещё что-то какая-то фигня. Кого-то там резко целуют, потом издеваются, потом опять целуют, потом у главной героини опять психоз, потом какой-то пугало за нами тоже охотится. Короче, это было настолько странно, настолько обидно, просто реально. Я знаю, что должна была, планировалась вторая часть, но это всё равно никак... Это бы спасало бы книгу, если бы вторая часть, во-первых, она бы была, и во-вторых, там бы вот полностью всё было бы детально раскрыто. Потому что здесь просто вот мы как бронепоезд, мы просто летим, я не знаю, сбиваем всех на свете, и всё-всё в кровище, всё непонятно, ты вот так вот сидишь, не понимаешь. Короче, мне вообще не зашло, я абсолютно прям расстроилась, потому что мне очень хотелось, чтобы мне эта книга понравилась, и я очень сильно после этой книги захотела почитать поклонника Аннджи, потому что... потому что... потому что хотелось как-то полечиться после этого романа её же другим романом. Ну и... любви здесь нету. Если вы ожидаете, что здесь будет какая-то очень такая вау-любовь, здесь её нет. здесь какая-то очень странная хрень. Правда, я не знаю, я не могу советовать эту книгу, потому что, ну это... ну это правда сыро, это недоработано, очень сильно недоработано. Реально, после чтения ты понимаешь, во-первых, ты вот так вот отставляешь её далеко, чтобы подышать просто, а во-вторых, ну тебе чего-то очень сильно не хватает, как будто бы ты ожидал одного, а получил совершенно другое. Я понимаю, я не осуждаю людей, которым нравится эта книга. Абсолютно спокойно я высказываю просто своё мнение. Но это будет один из самых вообще нелюбимых романов у Анны Джейн. Хотя я каждый её роман люблю, даже если какой-то слабее и не слабее, я их вообще не сравниваю абсолютно. Но вот с этой книгой как-то вот я прям эту книгу не люблю. Далее я после такого потрясения пыталась что-то такое опять взять, хэллоуинское, чтобы как-то себя в руки взять. Кстати говоря, в Анне Джейн тоже более-менее есть к намёками она проскальзывает, вот эта атмосфера именно... Не атмосфера, господи, отсылки. Вот так вот. Потом я на прочтение взяла свою, получается, годовую уже. То есть у меня год стоит. Это книга «Роджер железный, ночь в тоскливом октябре». И я прям кайфанула. Во-первых, здесь повествование у нас ведётся от лица собаки. Здесь у нас перевод у меня в этой книге. Его зовут Нюх. Вот. И его хозяин это Джек. И я всю книгу думала, что это Джек с фонарём, потому что я очень люблю этого персонажа. Я надеялась, что это он. А оказывается, это Джек-потрошитель. Я не знала, что это Джек-потрошитель. Я зашла к Соне на канал. Соня читает. Я зашла к ней на канал, увидела, что она читала эту книгу. И она говорит, я думала, что это вот Джек с таквиной головой, а это оказался Джек-потрошитель. И я такая, это Джек-потрошитель? А я уже прочитала эту книгу. И это Джек-потрошитель? И здесь как-то в этой книге вообще ни одного намёка не было о том, что здесь Джек-потрошитель. Ну, реально, тут какой-то очень добрый Джек-Потрошитель, скажу я вам. В общем, у нас здесь повествование ведется от лица Нюха, собаки, как раз-таки питомца, помощника. Помощника, да. И здесь у нас угадываются различные персонажи. Это и Дракула, это и... Господи, кто здесь? И доктор с его очень интересным творением, конечно же, к чему же у нас отсылочка идет. И другие, другие, другие персонажи. Вот. И у каждого из них есть свой, скажем так, помощник, тоже. Это и кошка, и летучая мышь. Ну, все в этом вот. И здесь идет такой дневник. И вот они готовятся, собственно, к Хэллоуину. То есть у них есть у всех какие-то очень сильные такие прям резко должны они выполнить чисто за месяц какие-то дела. И вот просто Нюх рассказывает какие-то свои наблюдения, что да как, как он там становится свидетелем убийства или еще чего-то. и там вот это вот все как-то они на всякое происходит. Мне понравилось. Многим не нравится за повествование, за то, во что она вылилась в конце. Не знаю, может быть, я просто такой читатель, не сильно такой прям дотошный, но мне вообще здесь ничего не показалось таким прям суперкриповым. Я изначально воспринимала это как легенькую, такую классненькую историю на вечер, ну, на вечера. И все. И я не ожидала чего-то такого прям вау. Но при этом мне очень понравился слог. Я наконец-то познакомилась с железным. У меня вот стоят вот эти две книги, которые у меня на год, и я их не успеваю прочитать. Я понимаю, что ну, хотя бы вот это и... Но мне понравилось. Мне это не прям вау, но мне понравилось. Ты мой прислужник. Ты мой прислужник тьми. Чему будешь слушать? Графи Дрякули? Или Джеку? Юпик маленький. Далее я уже немножечко подзарядилась. Рожа Железная меня немножечко вытянул из этого состояния. И я взяла тоже наконец-то почитать сына Стивена Кинга Джухила. И тут, понимаете, я до сих пор не могу нормально оценить эту книгу, потому что мне тяжело. Я не понимаю, как я к ней отношусь. Здесь у нас рассказывается про рок-музыканта, который собирает всякую такую тоже хтанину, всякую там различную там спиритическую доску, какие-то там реликвии с ведьмы с 19 века, различные антикварные штуки, тоже с такой магической какой-то составляющей. Тут этому музыканту попадается объявление про призрака в коробке. И непростой в этой коробке еще у нас лежит плащ. Такой странный плащ. И, собственно, все, его выкупают и происходит какая-то лютая жесть в дальнейшем. И там, как она раскрывается, это вообще вау. Я прям залипла. Скажем так, в предыдущих книгах мне не было страшно вообще. Ну, то есть, были неприятные моменты, но страшно мне не было. А здесь меня книга прям до мурашек, до холода, просто вот это вот все, она меня прям напугала. То есть, здесь были такие моменты, от которых у меня аж это... А это еще попался такой день, ну, там два, я не помню, уже два с половиной дня, где было тупо серое небо, оно было темным. И это еще был момент, когда я была дома одна, я читала эту книгу, Ильи дома не было, он приходил только под вечер. Вот это темень, тишина, батарею не включили, холодно, вся укутанная, вот это вот сижу и читаю эту книгу. Вау! Вот это, конечно, атмосфера, просто 10 из 10. Мне прям вот это зашло очень сильно. Но потом это все под конец стало вот, опять же, вот эта вот мешанина из всего, мы винегрет просто уже добавили, я не знаю, уже все, все, что только можно с тем, что не сочетается, и это вот просто была мешанина из всего. Поэтому я не могу адекватно оценить вообще свое прочтение. И еще вот категорически, что мне здесь не понравилось. Это вот сейчас будет очень странно звучать. Все вы знаете, что я не люблю сцены с животными, когда какое-то жестокое обращение с животными. Но при этом у Кинга я как-то это успеваю подлавливать. Это причем реально вот какая-то магия. я реально успеваю подлавливать момент, когда что-то с этой собакой или с кошкой сейчас произойдет. И я просто глазами просто перемещаюсь по тексту и успеваю перепрыгнуть через этот момент. Соответственно, я понимаю, что произошла жопа, но при этом мне не так больно. А здесь это происходит настолько резко и настолько больно, что я понимаю, что это мои проблемы, но именно из-за этого я не могу в адекватности вот как-то тоже оценить эту историю. Потому что я не терплю и не могу. Мне так было плохо после этих сцен. А в конце еще было обиднее. Ну, там уже тоже мой прикол. Потому что это настолько, блин, обидно, отвратительно и неприятно. И я понимаю, что эту книгу перечитывать не буду по той простой причине, что я знаю, что там есть эта сцена и она вот, она ключевая, то есть там буквально животные реально, ну, типа, условно в перестрелке участвуют. И это настолько больно, настолько невыносимо, что я понимаю, что я не смогу. Это лично мое мнение. Потому что я вот такая вот бука, потому что я не могу, потому что мне плохо после таких моментов. Но в целом очень интересный опыт. Я все еще хочу почитать у Джухила рога. Сама идея того, что у человека выросли рога и он видит, ну, то есть люди говорят ему только правду, соответственно, все пороки выходят наружу, эта идея классная. Здесь вот у меня все как-то не пошло из этой истории. Но прочитала, рада, что прочитала, в принципе. То так бы у меня был гештальт до конца жизни не прочитанный. Далее. Я взяла, господи, как я просто заколебалась, видеть эту книгу у всех. Реально у всех. Это Генри Хендрикс «Руководство по истреблению вампиров от книжного клуба Южного округа». Вот такая толстушка, но не смотрите на то, что она такая толстушка, потому что здесь, сколько я говорила, 500? 500 41 страничка. Это ничто. Считаю, что здесь огромный шрифт читается в лед. Это так классно. Сейчас. Здесь у нас история одного городка и одной девушки, женщины-домохозяйки, у которой двое детей, муж, все вроде прекрасно, а она там в своих делах, у нее там все по дому, она там и детей отвозит, и все хорошо. Такой сериал «Отчаянные домохозяки». Вот прям, прям прет этим сериалом очень сильно. И мы погружаемся в историю этого городка, и из-за того, что как бы все равно есть такой момент, что какая-то такая повседневная жизнь может наскучиться, то, что здесь есть люди, у которых четверо детей, пятеро детей, это все равно, это и крики, и оры, и постоянно вот эта вот суета, хочется как-то отдохнуть. Они организовали себе свой клуб, где они читают триллеры, и какие-то мрачные тоже книги. И, собственно, в этом вот тоже во всем варится, и нет, они здесь не расследуют убийство, если что. И вот в какой-то момент наша главная героиня подвергается нападению ее соседки. Она ведет себя очень странно, неадекватно и нападает на нашу главную героиню, отгрызая ей мочку уха. Майк Тайсон просто отдыхает. И после этого у нас начинают происходить различные-различные события. Ее спасает очень странный тип, который является племянником этой женщины, которая напала на... Как ее зовут? Патрицию. Короче, что у нас здесь в принципе по атмосфере. Атмосфера просто улет. Вот она прям классная. Вы как будто бы реально смотрите какую-то такую стрещилку на вечер. Но не нужно ожидать от этой книги многое. Знаете, мне очень понравилось читать. Автор в этой книге пишет с такой вот иронией. Он реально стебется над всеми просто. Над Дракулой, над Крамилой, над другими романами какими-то тоже популярными. Над вот этой вот всей... Какой-то обычный жизнь. Он просто стебет. И это так классно считывается в книге. Настолько, ну, как-то... Ну, приятно после прочтения. Ты понимаешь, что ты еще не раз будешь ее перечитывать. Да, это не самая страшная книга, но это такая вот интересная пугалка в духе очень страшного кино. Типа, если вы его смотрели уже сотый раз, вот примерно такое же ощущение. Вам интересно? Классно? У вас есть какие-то вот классные моменты фильма. В принципе, атмосфера нравится, но вот здесь, примерно, то же самое. Здесь есть абсурдные моменты. Это да, но это так уникально в этой книге. Это так все круто, все так классно написано. Еще и тут ихтонина с вампирами, понятное дело. Вообще, мне очень понравилось. Мне прям понравилось. Не то, что... Это не прям в любимых, но я ее оставлю. Буду ее перечитывать, какие-то тоже свои такие рутинные моменты. Книга классная. Мне понравилась. Многим тоже, ну, как многим. В слове дела тоже отрицательные отзывы, но, да, опять же, скорее всего, просто большие ожидания ставили на эту историю, но к ней надо подходить. Реально, вот как бы вы сели, просто расслабиться, сериальчик включили и отдыхаете. То же самое. Оно вам даст вот прям классные эмоции, если вы ничего от нее не будете ожидать. И последняя книга, которая была в этом марафоне, это был совет от моей подписчицы. Вообще, она мне хотела ее подарить, но я об этом благополучно забыла, хотя она мне писала об этом. И когда она увидела, что я ее уже себе купила, она такая, блин, я не успела. Вот. Но мы с ней разобщались за эту историю и по итогу я прочитала. В видео я прочитала первую часть, а потом, после видео, я прочитала вторую. Это Мистер Вечный Канун со авторствием Владимира Торина и Олега Яковлева. О, ребята, это прям Хэллоуин. Вот это вот одна, вот этот вот кирпичик, это Хэллоуин. Причем настолько прям такой и абсурдный, и странный, и интересный, и очень атмосферный. Вот прям, это сок прям. Книга классная. Что у нас здесь по сюжету, это тоже очень странно вообще, говорить о чем у нас эта книга у нас. Виктор, главный герой книги, приезжает, едет, получается, в свой родной город, в котором он не появлялся семь лет. И происходит просто какая-то дичь уже прям в вагоне поезда. Все. И это все, что я вам могу сказать по сюжету, потому что, ну, это вообще невозможно как-то словесно вам сказать, о чем эта книга. Мне в какие-то моменты казалось, что здесь какой-то, знаете, какой-то полумагический реализм. Сначала, в первой книге, нам такое вводное дают, и поэтому у меня были странные эмоции при прочтении, потому что я читала первую часть. Видео это прям видно, и я была, в принципе, довольна, потому что было очень атмосферно, но чего-то не хватало. Странное было ощущение, но в целом мне зашло, но не прям, чтобы вау. Но когда я начала читать вторую часть, боже, я улетел, у меня книга улетела за один вечер, я до ночи ее читала, алло, это как? Это как? Я прям растворилась, мне очень сильно понравилось, здесь такие сюжетные повороты классные оказались, я вообще проседала очень сильно в первой части, но второе, мы прям летим и не отдыхаем, не останавливаюсь, вау, это как? Я считаю, это прям круто, и именно вот из-за того, что я люблю всю эту атмосферу, обожаю именно вот эстетику Хэллоуина, то есть, это вот мрачнятину, эти тыквы, вот эту подготовку какую-то, такую, ух, тонь, боже мой, что стоит вот эта вот иллюстрация моя прекрасная, я ее так обожаю вообще, вот это. но имейте ввиду, здесь настолько все странно, что вам нужно эту странность просто принять и в какой-то момент вам все встанет на свои места, вот просто читайте, принимайте к сведению, не пытайтесь в чем-то разобраться, потому что во второй части вам на все дадут ответы, да, в конце первой, в принципе, тоже дают ответы, это вот реально удовольствие ради, это так классно было, это так круто, мне моя подписчица как раз таки подарила еще и вторую книгу Владимира Торина, вот, я вам потом ее в покупках покажу, но это вообще, это какая-то любовь, я причем скептически вообще относилась к этим книгам, потому что они реально мелькали везде, а аннотация, ну, так себе, не сильно привлекательна, а как только я прочитала вот это, я просто такая, почему я не считала эту книгу раньше, почему, это же настолько круто, настолько классно, почему я ее не читала раньше, что за фигня, короче, я ее 100% буду перечитывать, вот, не один раз, жаль, стикеры не хочу расставлять, потому что здесь просто сногсшибательный срез, и здесь, и здесь, здесь, в принципе, такое же, оформление, потрясающее, мне писали в комментариях, что я, что не очень красиво покупать книги, но при этом ставить их на полку и не читать, как видите, я все читаю, я все читаю в том же издании, в котором покупаю, я для этого и покупаю себе классные, крутые издания, для того, чтобы мне самой приятнее было читать, и даже если бы я бы просто купила книгу и поставила себе на полочку, не читала бы ее, это мое дело, 10 из 10, мне очень понравилось, это что касается у нас книжного марафона, жуткого, но при этом я еще и читала параллельно другие книги, какие-то еще и слушала, во-первых, те, кто подписаны на мою бусте, видели, что я читала нежданно-негаданно Роберта Гэлбрита, здравствуйте, шелкопряд, я поясню, стал вопрос, что я буду читать, пока буду ехать в Новосибирск, потому что это на поезде нужно ехать, потом нужно лететь на самолете, это, короче, очень долго, вот, то есть считайте сутки, вы находитесь в дороге, и, понятное дело, скучно, и все дела, и, в общем, я что-то хотела себе почитать, и вот мне ничего другого не просилось в голову, кроме как этой книги, я, причем, когда снимала на первую часть видео, я с ним, у меня был марафон забытых книг, я читала «Зов кукушки», потому что у меня он стоит очень давно, и я прочитала, приняла к сведению, и отложила, решила, что зачем я купила в твердой обложке, что-то покуксилась, думаю, какого фига, а потом, вот, случилась поездка, и я поняла, что я не могу, я хочу, все, мне вообще все равно, я хочу дальше, в поезде, и в самолете, я хочу читать эту книгу, ну, то есть, вообще, бесповоротно, я ни на что другое не смотрела, у меня еще была «Черная изба», которая как раз-таки про Новосибирскую область рассказывала, и «Черную избу» я по итогу отложила и взяла эту и еще другую книгу, тоже вам ее покажу, она тоже у меня прочитана. Что я могу сказать? Я настолько сильно соскучилась по Корману и Робин, что это, ну, это уже не смешно. Я реально, вот, смотрю тоже, как будто бы какой-то очень классный фильм, который я 100% буду пересматривать, и здесь у нас еще тема писателя, здесь у нас пропадает писатель, и он написал очень провокационный роман, где, ну, скажем так, выставляются пороки очень известных людей, вот так вам скажу, и Корман, собственно, с Робин все это дело расследуют. Вот, что там, да как, тут еще и, господи, как я люблю взаимоотношения Корман и Робин, это прекрасно, это настолько круто, классно, прекрасно. Я скупила оставшиеся книги на русском. Я ничего не говорила. Короче, я прочитала даже чуть-чуть стикерами, поотмечала, просто есть те моменты, от которых у меня прямо, аж сердце замирало, просто от того, как это классно. И я прочитала, прочитала, буду продолжать. Если я дойду до дурной крови, пойму, что я не могу дальше жить, без этих книг придется копить денежку на перепечиночке. Да, а что делать, а что делать? Извините, когда ты начинаешь фанатеть от чего-то, тебя это ничего не остановит, как бы извиняюсь, у меня там небожители на китайском стоят, на секундочку. Короче говоря, да, вот такой вот прикол, я не пожалела, что первую часть купила, в твердой обложке. Считаю, что у нас все теперь под цветом, красивенько, аккуратненько, под издание. Вторую книгу, которую я взяла себе в поездку, это было Хироми Каваками «Портфель учителя». Вот такая вот малюсенькая книжуля. У меня ее спрашивали в телеграм-канале, вот как раз таки здесь и отвечаю. Здесь у нас рассказывается история про девушку, господи, как тебя зовут, Цукика, которая сидит спокойно в баре и тут случайным образом встречает своего учителя школьного, преподавателя. И у них как-то завязывается разговор, и в какой-то момент он раз ее позвал, она потом его позвала выпить, потом они куда-то ездят, потом они там еще что-то. И вот как-то это все настолько чинно, красиво, еще сменяются времена года. Вот это вот красивое описание. И слог здесь, конечно, специфический, вообще непривычный, какой-то очень, но он не сухой. Он какой-то очень топорный, но красивый. Вот как-то странно, вот я вот вам так скажу. И сразу объясню, чтобы вы не рассматривали эту книгу как за что-то пошлое и странное. Потому что ситуация кажется абсурдной в плане каких-то взаимоотношений главной героини и этого учителя, потому что ей по 30, почти под 40, а учителю понятное дело за 60. Но при этом им настолько комфортно друг с другом, что потом вы просто не задаете каких-либо вопросов от того, что они там пошли выпить опять. Кстати, здесь вокруг тоже люди такие, типа, вы что, вы что, что ли, питье друг с другом? А они такие, нам просто комфортно. И, то есть, это такая какая-то малышка очень интересная и забавная, и такая уютная, домашняя, атмосферная, просто красивая. И, ну, это, я не знаю, что сказать. У меня был целый план, как я буду рассказывать про эту книгу, но я понимаю, что это, скорее всего, будет спойлерный момент. И, я понимаю, что многим не нравится, но мне очень понравилось. И вроде как романтика в перемешку с каким-то полуабсурдом, но при этом этот абсурд, вот он звучит, слово абсурд, оно звучит очень грубо. А здесь что-то такое вот непонятное, но очень трогательное, очень красивое, очень такое милое. И вот прям хочется эту книжулю обнимать, она еще такая маленькая. И здесь у меня все в стикерах, такая приятная красота. Ой, я еще хочу отметить, мне очень нравится, как здесь эти главы отмечены, то есть здесь город как-то обозначается, то есть здесь зора, здесь какие-то здания. И у нас еще и персонажи здесь раскрываются, но это опять же, это не та книга, которая будет вот вам вот сюжет какой-то активный, что-то это. Нет, у нас здесь вообще очень размеренная жизнь спустя года, реально, спустя месяц, спустя года. Но это прям мой рекомендацион, даже если, вот просто я понимаю, что многим не зайдет именно из-за какой-то такой вот странного, во-первых, слога и топорности взаимоотношений героев, но это так, блин, красиво. Я не могу, не знаю, вот как-то вот история у меня отложилась в голове, я ее вообще вот не забуду, она вот где-то вот у меня в сердечке поселилась и не собирается оттуда уходить. И на перечит тоже стопроцентный, вот она маленькая, но в ней столько, столько вот этого вот какого-то скопления, этой чувственности, вы прям таете, когда ее читаете, я не знаю, как еще сказать. Далее я привезла просто интереснейший экземпляр из фикс-прайса в Новосибирске, конечно. У меня фикс-прайс, блин, только в Новосибирске, судя по всему. Я купила книгу Ульяны Черкасовой, его забрал лес. У нее есть, господи, цикл, как же они называются, Золотые земли, да, Золотые земли, но эта книга не входит в этот цикл, это как самостоятельная история. Вот. И интереса ради этой книги это у нас дневник Михаила Белорецкого, студента фольклориста, который пропал без вести в Великом лесу. Это все, что от него осталось, загадочная история любви к ведьме, которая его погубила. И как бы, казалось бы, вот вы читаете аннотарс, и думаете, что за фигня? Ну, типа, зачем мне читать, если тут все как бы проспольное? Вообще нет. Мне кажется, что я немножечко не фанат, ну, как это, не читатель этого автора, потому что у нее очень странный слог. Я очень часто отвлекалась, мне очень, ну, как-то оно тянулось все тягучи, тянулось, тянулось, я мусолила, мусолила эту книгу в смысле о том, господи, да, пожалуйста, закончись уже, сколько можно растягивать. И я вот прям читала и прям тянула, это так было обидно. Еще были моменты, некоторые я перечитывала по тысячу раз просто, просто потому, что я отвлеклась, что-то мне там либо позвонили, либо еще что-то, или я там раз что-то читаю-читаю, раз в окно залипла. И забыла уже, о чем у нас целая страница была, и перечитываю вот это вот по нескольку раз. Ну, это не кайф. А потом у нас случилась концовка. Ну, концовка, как это, последние страницы 50, это было прям вау. Это было круто, интересно. И сама концовка, особенно последняя, сейчас, последняя же страница. Да. Последняя страница здесь, это прям вот тоже разнос просто башки. я, конечно, очень странно отношусь к этой книге. Я, по-моему, ей, нет, я ей поставила оценку, я поставила четверку, но только просто потому, что концовка реально вырулила, абсолютно вырулила эту книгу. Но читать очень тяжело, очень тяжело. Это еще идет сплошным текстом, это так странно еще. Оно еще так странно все читается, тоже такой странный слог. Ну, короче, что-то в этом плане вообще я как-то брызжать буду очень долго. Но, мне что очень нравится, вообще, во-первых, мне в принципе нравится идея того, что это дневник. То есть, не просто берешь книгу, там, дневниковые записи, а это прям дневник. Еще и плюс именно издания в фикс-прессе то, что оно мягкое. И из-за того, что оно мягкое, вы реально как будто тетрадку держите. И от этого еще круче, потому что здесь у нас, знаете, какие-то типа вклеечки, есть у нас срисовки, нарисовано и вот написано от руки. Потом у нас есть вот такие вклеечки в текст, как будто бы приклеили из газеты. В начале книги у нас здесь капли крови. Ну, типа капли крови, как я поняла. Просто вот в какой-то момент вот он пишет и потом раз и вот что-то что-то рисует. И вот оно все так вот наполнено. Я там еще, блин, такой момент еще был, я так ржала. Полосочки, что-то типа бумага мятая, рисунки какие-то. Это так просто реально атмосфера блюда и сейчас. Это прекрасно. Это прям круто. Я за это прям вот готова расцеловать просто того, кто оформлял книгу и у того, у кого пришла идея этой книги. Это прекрасно. Про водяного это вообще смешно. Водяной много курит, соблазняет девок и утаскивает под воду. Любит играть в кости и волосах в одежде, тина и водоросли. В отличие от русалок, это не утопленник, а вполне себе обитатель озер и рек. Никаких упоминаний о насильственной смерти водяного я не встречала. Вопрос, кем тогда становятся мужчины-утопленники? Далее у меня здесь открытие года, открытие автора. Я прям реально готова с такой теплотой и любовью скупать его книги теперь. Это Говард Филиппс Лавкрафт Зов к Туху. Я у себя в телеграм-канале писала о том, что я влюблена в Лавкрафта. Лавкрафта не знаю, честно, как произносится ударение. Я вот отмечала себе эти рассказы, где что на ком заканчивается. Здесь у меня в сборнике самые-самые культовые. Это Зов к Туху, Мгла над Исмутом, Инсмутом, Дагон, Ужас Данвича, Праздник, Тварь на пороге и Шепчущей из тьмы. И вот когда я дочитывала этот сборник, у меня была только одна мысль в голове. Какого черта я не читала эти книги раньше? А тут такая фигня, что у меня уже было знакомство с этим автором, но это знакомство было, когда мне было лет 14. Мне сейчас 21. И вот в 14 лет, как только я начинала читать Зов Ктулуху, я вообще ничего не поняла. Причем самое интересное, что вот это вот упоминание вот этого вот существа, самого вот этого Ктулуха, вот эти вот все, вот этот вот оккультизм, вот эта вот вся штука, она со мной была как будто бы с самого детства, как будто бы я с самого детства знала такую Ктулуху, что там кого, что он с щупальцами, что он крылатый, что он тот, что он все, что он как-то сводит с ума людей. Откуда мне это было знать? Может быть, я тоже схожу с ума? Я помню, у меня был тоже большой сборник, я по итогу подарила его одногруппнику уже через много лет. И тут мрачные чтения, они закончились, и вот у меня оставалось время что-нибудь почитать. И я вот для себя поняла, что я вот этот сборник должна закрыть хотя бы Зов Ктулуху прочитать. Что вы думаете? Как только я прочитала Зов Ктулуху, а я прочитала его вот так, я тут же начала другие произведения. Причем, получается, Дагон я слушала, Мгланад Инсмутом я тоже слушала, и Праздник я слушала, остальное я читала. Боже мой. Во-первых, это пипец как жутко, пипец как мерзко, и пробирает, боже мой, до костей, это жесть. Это просто, вы как будто в лесу стоите, вы потерялись, вы стоите в лесу, читаете эту книгу, мерзнете, скрежетесь зубами. Вот такое было ощущение. Причем, меня что изначально подкупило, в принципе, к чтению Лавкрафта, Лавкрафта, господи, Лавкрафт, это то, что, знаете, такой морской ужас. То есть, в таком вот духе. Именно это меня зацепило, потому что я живу рядом с морем. И вот эта вот атмосфера, конечно, вау, я прям просто утонула в этом сборнике. Он настолько крутой. Причем обычно, как бывает, я почему не брала в издании большие книги, потому что в больших книгах прям все его произведения. А мне хотелось чего-то такого прям классного, прям такого, прям выжимку такую вот взять. И вот взяла этот сборник, потому что как раз-таки здесь немного. И как меня проперло. Мне каждое произведение понравилось, каждое, просто от каждого меня трясло. Это такая эхтонина, это такая мрачнятина, это так все атмосферно и круто, и пугает очень сильно. Меня очень сильно напугал этот сборник. И я на радостях еще два сборника его заказал. Ну, это прямо открытие года для меня. Я не ожидала, что он мне понравится, причем я не думала, что он настолько легко пишет. В 14 лет, когда ты читаешь Зов Ктулх, вот там вот есть этот диалог вот этих вот безумных, безумных, где вот это вот это вот все, и вот ты вот примерно так же читал это произведение. Я выставляла тоже у себя в группе ВКонтакте, я, если что, активно веду группу ВКонтакте, поэтому, если что, можете как бы подписаться. Я там выставляла получается фотографию, где я читаю этот сборник и одновременно смотрю прохождение Купленова The Sinking City, по-моему, так называется игра, и там тоже по произведению Лавкрафта. И я вот сейчас, то есть я уже смотрела, я Купленова очень давно смотрю, и вот я сейчас, вот в момент чтения тоже смотрела, там, когда слушала, когда выключала, читала, потом смотрела, я странный человек, честно, вот, я когда-то смотрела уже это прохождение, я его полностью, я наизусть почти все прохождения Купленова знаю, но здесь, когда я уже прочитала половину этого сборника, мне все отсылки в игре были понятны. Во-первых, кто такие Инсмутцы, потому что здесь у нас есть тьма над, гла над Инсмутом, боже, эти рыболюди, откуда, почему Инсмут, что, кого, и вот это вот вообще, я, короче, растворилась вдвоем, у меня просто попадание в атмосферу 100 из 100 просто. А в этом сборнике еще самое вообще интересное, что вот вы прочитали Зов Ктулху, все, это культовое произведение, и дальше идут отвлетвения, вот эта вот нить такая, знаете, клубок, который, вот вы читаете каждое произведение, и где-то, во-первых, ну попадается саму вот такая вот сквозная линия по поводу этого большинства, этого Ктулху, а во-вторых, появляются еще другие, типа вот Инсмут опять, у нас там есть гла над Инсмутом, потом у нас там, например, в Тварь на пороге у нас там тоже отсылка к тому, что там вот женщина тоже из Инсмута, а мы помним, помним, что в Инсмуте у нас очень странные люди, я не буду спойлерить, что там такое, вот. Короче, это та самая хтанина, которую я хотела, очень давно хотела и нашла ее, господи, я реально на радостях готова в сборнике Лавкрафта скупить, но Сов Ктулху в больших книгах я уже скупать не буду и Хребты Безумия тоже, а вот Ужас в музее я себе заказала и я себе еще закажу, наверное, так в принципе некоторые повторяются, короче, посмотрим, в целом мне и трех пока сборников хватит, потому что это прям лучший, культовый, я очень много говорю, простите, пожалуйста. И последняя книга, и вот она не самая удачная случилась, вообще это тоже сборник, но меня интересовало только одно произведение, это Джозеф Шеридон Лефаню, Кормила. Здравствуйте, приехали. Ее я прослушала, признаюсь честно, я ее не читала, я ее именно прослушала 31 октября, октября, потому что решила, что я хочу просто вот прочитать, ой, прослушать и как бы все. Что я получила от этой книги? Кроме довольно-таки приятного слога, ничего. Как-то она мимо меня абсолютно пролетела. Хотя это было как-то интересно, но почему-то тема вампиров, именно вот таких вот старых каких-то произведений, именно вампиры, больше классно раскрыты именно в Дракуле. То есть там прям дотошно. Я очень люблю эту книгу, именно Дракулу. И здесь я была, я смотрю, видела просто уменьшенную версию Дракулы, но только с меньшими описаниями и чуть-чуть, типа, помененным сюжетом, то есть такое. И было странно. Ничего не могу сказать про эту книгу, просто реально потому, что ну прочитала, ну прослушала и все. Прочитала. Ха-ха, нет, я ее слушала. Мне еще нравится, здесь вот такие вот иллюстрации есть в этом сборнике. А я их проморгала. Ладно, спасибо, больше не хочу. То есть такой момент. Ну, ничем примечательным для меня это произведение не стало. Вот что я вам скажу. То есть, да, это было прочитано вот реально вот для галочки. Вот ничего больше. Ну и есть, и есть. Тут еще есть другое произведение. Тайна гостиницы Парящий дракон. Вот ее хочу. И еще я другое произведение видела в эксклюзивной классике. Что-то там с кладбищем связано. Книга как-то так называется. Очень странно. В общем, странненько. Так, вот такое вот прочитанное у меня получилось. Сразу скажу, что следующее прочитанное у меня будет скорее всего аж в декабре. Я потом объясню в чем, почему, что случилось. И тролливали. Я сниму отдельно большое видео. Вот. Ну, вот так вот у меня выдался такой вот плодотворный выдался октябрь. Очень тяжелый в моральном плане месяц получился. абсолютно. Даже эта поездка я должна была отдыхать, но нифига я не отдыхнула. Вот. Ну, рада, что с мужем вот съездила наконец-то на родину. Вот. Получила тоже незабываемые эмоции. Вот. Если вам интересно, можете посмотреть мои две части. Получилось в влоги на Бусти. Вот. Если интересно. Да. Так что вот так вот такое вот у меня получилось прочитанное. Я надеюсь, вам было интересно. Пишите ваш список книг. ваши книги мурачные, которые вы мне, может быть, советуете. Опять же, говорю о том, что есть в группе ВКонтакте. Я там очень часто появляюсь, причем в историях выставляю подборки различных книг, что почитать. Вот. То есть просто вбрасываю какие-то книги с аннотациями интересные вот у себя в историях. Ну, и я там чаще появляюсь на самом деле. Мне так кажется, потому что я там все равно истории постоянно выкладываю. Телеграм-канал стандартно. Ну, и бустим. Бустим. Это бустим. Спасибо большое за просмотр. Всех вас безумно люблю, обнимаю, и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok